короче чё у нас сегодня на завтрак на завтрак у нас картошечка с яйцами пожаренными из теплицы огурчик сальцо значит чесночок колбаска и моднейший хлеб вот такие вот дела блин барсик барсик вот ты где да сволочь барсик всех хорошо приветствую дорогие друзья вчера в камни один уважаемый человек написал сергей говорит посмотрел мой видос где я лазил по отвалу и это самое согласился выступить в роли проводника так что сегодня гоним это все маршруты вообще знают он прошаренный тип в этом плане короче сейчас еду его встречаю и гоним покажет он нам какие-нибудь места интересные он вообще лютый велосипедист все маршруты все нарпинки все уже наизусть знает все гоним сейчас уже скоро подъеду к месту где мы должны встречаться ну здорово серега вот мы встретились короче нет это уважаемый человек вы все должны его знать и сегодня это самое на том да да и лишь я даже не помылся после вчерашнего эти тоже после этого а тот велик у тебя фэйтбайк да здоровый то по вчера как раз на нем ездил почему брал его так я брал на распродаже не помню ну прикольный велик был видел ты там это самое ранее весной это гонял по снегу еще да я и на зиму его и брал вот он для грязи как раз идет дождь это были любые и вот я пробовал на нем там гонять по грязи шимана да там все дела вот я видишь диски на хорошие колеса на улице я недавно гонял это самое мы на машине то перевозили колеса снимал бы на рычажок хреново зафигачил а потом поехал он короче застрял там под диск диск не могут немного согнул углублял у тебя не вот они как зашибись классно сделаны то что выше поднимаются а тут они лишь притык эти самые ладно чё погнали ну зато это самый быстрый доступ и сухой Но самое главное, наверное, ягодцами пахнет. Ну, ошибись. Очень много народу побилось в прошлый раз на соревнованиях. Приехали с разных городов, а не ожидали, что тут такого экстрим будет. Таким склоном не были готовы. Тут, видишь, вот эта порода, она проворачивает колеса-то, блин. Да. Опасно. Нифига себе подъемчик. Лучше камеру пока определить. Скользко, сука. Скользко в тапочках, сука. Да. Ха-ха. Ха-ха. Покажи. Какие места, где выкнуть-то можно. Надо было другую какую-то обувь задать. у тебя еще велосипед тяжелый в горке так тяжело ездить почти все видишь сейчас два уровня еще вверх с направо свернем потом немножко налево там большой камень будет и даже стрелки остались после прошлых соревнований я вот смотрю вчера примерно где-то ездил здесь обычно коровы-то и гуляют и ходят и гоняют туда-сюда погоди я отсюда что-то засыпаю кататься вниз здесь одно удовольствие тут меня дошибешься точно не видишь главное только конечно либо с кем-то либо защитой не думаете потому что порой тут и связи не бывает это как бы еще начало трассы самое сложное там находится в центре где-то вчера снимал примерно на том плане на левом там очень много связи в лесу едешь уже нет ничего никакой связи хотя опять же вышка стоит это вот сотовой связи а наверху там да ну там то ловит как бы а вот бывает в некоторых фрагментах но это возможно из-за того что порода тут как-то может ну магнит конечно все дела там нормально ну а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Значит получается 156 метров Самая большая высота Ну это вообще от уровня моря А я в интернете смотрел Не так и не нашел Какая высота Ну 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 Ух Я снимаю Я снимаю Так что Поедете дело на окраину Отвала Или Просто Да не знаю На окраину куда В смысле А вот здесь в правее Кносе Или что Или что Ааа Ааам Еще бы немного искупался бы Ха-ха-ха Мы находимся в жопе такой аквала И кто-то умудряется сюда привозить мусор Не лень же вот сюда ехать Какие-то бытовые отходы Вообще После рождей заросло Тут трава топрет лучше чем на равнине Чем на черноземе Давай Ну Давай Сейчас мы где-то Триста Двадцать Может быть метров над уровнем Потому что вон только верхний Куда дороги нет Если только забираться Ну Если снимать откуда То нам повешает Вот эту панораму Сколько ты лет-то тут уже гоняешь? Лет пять точно Ага Все уже выучил, да? Смотри как классно О, вот, вот Сереге респект К натуре Показал место знатное А вот чумляк, да? Да Вот река чумляк проходит Она вот Туда и До города доходит Ну это уже не родное русло Почему? Наоборот, самое родное Не-не, тут его меняли Да Да Еще есть русло Оно вот там идет вдоль Крайнего борта Вон того А, не-не-не, все правильно Да-да-да Вот здесь оно родное А там оно не родное Да, здесь была гидромойка Вот раньше Вот Где-то здесь Вон там, по-моему, где дороги сходятся Ну, там гидромойка раньше была Мы тоже можем сегодня там проехать А вот помнишь, ты на видео Показал, видишь, здание разрушенное? Вот мы можем туда потом спуститься Ага По дороге И проехать, и прямо заснять панораму Это птицеферма или свиноферма? Не-не-не, это все относится к разрезу Там, какие-то технические сооружения Просто видишь, в чем дело На карте 25-го года, да? С нашим городом Тут вот поселок был, который засыпали И река немного по-другому текла Да, ее, по-ходу, перенесли Ну, возможно Им же надо было гидромойки Какой-то небольшой хутор стоял Да Вот где это самое За разрезом, за отвалом как раз И вот в этом месте вот река течет Засыпали его, типа Там вот разрушенный поселок Помню, второй участок Его снесли под ноль Там сейчас только какая-то автобаза Вот этот колесок То есть вообще практически все под ноль снесено Тоже можем там проехать Как видишь Дороги со всех сторон В основном все они друг к другу сходятся То есть куда бы ты ни поехал Все равно ты приедешь туда Один раз У меня был жестокий пробой Вот как раз на этом месте Я два раза пробился Использовал все заплатки И в итоге я не смог так потяниться И мне пришлось прямо отсюда вниз Велосипедом топать домой Вот прямо вот здесь пускал Прямо вот здесь вот по этому склону Да, прямо вот здесь Ну конечно не прямо вниз, а наискосок Ну мне пришлось Ну ты конечно суицидник И потом вот по дороге туда вверх И до частного сектора Потому что время было поздно уже Вот эта маленькая гора вот эта Там она еще находится в состоянии То есть вся эта порода она горит Реальный запах такой ощущается Вообще там надо быть осторожным Несколько раз Батя предупреждает Катайся осторожно Здесь постоянные обвалы Вот это вот все как бы обвалы Здесь уже давно не было А вот если в разрезе посмотреть Вот как раз у того здания разрушенного Куда мы сейчас поедем Там буквально недавно были оползни После дождей особенно часто бывает Я к речке хотел бы съездить Давай Ну Что ты можешь сказать тем Кто сидел дома И никогда не видел такие виды Обязательно надо съездить И посмотреть Только быть очень осторожным Ну да Потому что травмироваться здесь очень легко Особенно детишки Я еще мелкие помню Лазил здесь Тогда порода горела И до сих пор горит местами Десятилетиями горит Кстати довольно часто здесь детишки катаются На велосипедах Вот так посмотришь Ну причем Упокойные все доходные Просто Если катаются И вот здесь 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 Там 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 В То У У К Забурилка. Вот это да. Отсюда получше видно вон речку. Частично. Вразрез сегодня плохо видно. Единственное, что камера все равно не передает глубины этого всего. Сколько я не пытался снять, чтобы понять объем. Кому показываешь находы. Яма, яма. По нему непонятно. Такая глубина. Ну это да, есть. Есть такое. Это вот когда ты сам увидел, знаешь. Вот в чем минус экшн камера тоже. Там вот с объемом вообще плохо. Тоже это самое. Еще растянут, а все угол широкий. И вот для таких пейзажей каких-то не подходит. Ну диазум вообще классно. Делает прям вот такое увеличение. Обалденное. Непогодительная фабрика. Дымит во все. Работает. Резиной какой-то пахнет. Ага, точно. Как на Амазонке блин. В поисках Эльдорада. Ага, блин. Ха-ха-ха-ха. Ну, Серега дал, конечно, завел. Ха-ха-ха. В такие заросли. Ну, а что, все. Уже. Назад дороги нет. Вот это наша стоянка по прошлому разу, что люди. Останавливаются. А, точно. Ну, ну, ну. Короче, дорога, по которой мы ехали, и назад развернулась. Вот она идет, видишь. Она сюда выходит. То есть мы, по сути, могли бы сюда тоже приехать. Вообще, говорю, все дороги, они сходятся примерно в одном. Вот, видимо, Дубров, не только из площади. Я пробовал несколько раз съезжать на велосипеде. Там очень опасно. В общем, фио-моё. Неподготовленный. А эта дорога, она уходит прямо вниз со склона. То есть практически вертикальный спуск. Там даже на мотоциклы боком съезжали. И она потом дает кружочек, идет вниз по горнолыжке. И снова там, где мы с тобой заезжали, вначале, туда приходит. А так интересная трасса. Вот они в этом году здесь накатали. Даже до сих пор тропинки не заросли. Прям вообще. А не было вообще ничего. Тут, считай, человек тридцать-сорок там проехал. Тропинки. О, нифига. Последствия катания. Через траву такое, блин. Ясное дело. Нормально. Там чуть-чуть ли не по лесу бьет. Вообще. О, карьерчик, блин. Ты гонял туда купаться, да? Нет. Нет? Просто ездил, но я не купался. Я, кстати, тоже на этом карьере не был ни разу. Проехать можно через трассу. А и перейти через пешеходный. Допустим, переход в остановке и потом туда. Быстро. Самый такой короткий способ. Либо можно проехать через мост и там через леса. Это как бы для любителей полазить по грязи и по грунтам. Ништяк. Сегодня довольно-таки еще не задумлено. Если вам начинается посмотреть. Все говорят, что из-за разреза. Кстати, да. Вот сегодня лучше видно. Я по интернету вчера снимал. Нифига видно, ничего не было. Это вот они. Так у меня знакомый на ЧМЗ живет. Говорит это. Показывает, скинул фотки мне. На подоконнике прямо это самое блин. Пол сантиметра пыли блин накапливается. Черная такая. Вообще с открытыми окошками. Ну на ЧМЗ это блин страшное дело. Все эти НМУ, которые они там прогнозируют. Это все вот от них включили, подымили. Выбросы сделали. Сказали, что разрез. А разрез тут вообще ни при чем. Тем более ветер все время почти северо-западный. Туда дуют. И во-первых идут. От разреза запах то сразу его узнаешь. Считай, из Челябинска к нам приезжаешь. Сразу дышать там легче. Чувствуется. Несмотря на то, что у нас разрез. Конечно на розе дышать хуже. Вот если я сколько езжу там через розу. Там конечно. Вот особенно по трассе. А что за часы у тебя тоже G-Shock? Да, G-Shock. Оригинальные, да? Ну да. Это я давно уже купил из Японии прям King. Лет наверное 6. А там реверсивный экран. Короче. Солнечная батарея. На солнечной батарее. То есть нет здесь батарейки такой обычной. Круглой. Нет, там аккумулятор стоит в этих. Ну да. На 10 лет его тоже. Да, он примерно на 10 лет. Вот уже лет 5-6 я ими пользуюсь. Ну как бы их. Вообще я считаю вот G-Shock часы. Которые должны быть у каждого. Да. У меня были когда-то G-Shock. Это мои вторые G-Shock часы. В принципе с теми я не помню. Может я отдал кому-то. Ну короче они работали. Есть у меня сегодня японские тоже до сих пор. Вот я в них падал переворачивался. Они мне иногда даже спасали падение. Я упал вот как-то так на часы прям. Проскорявал тут все. Но они мне руку спасли практически. Так что делаем им бесплатную рекламу блин. Надеюсь. Они в рекламе не нуждаются. Главное подделку не брать. Ну ну ну. Потому что. А я видел на аликспрессе там. Ну у меня знакомый для прикола заказывал. Там они прям рассыпаются все. Ну там такие как игрушечные. Ну да. В переходах можно брать тоже. Одно дело если тебе для красоты надо. А если ты реально в экстремальном используешь. Я в них плаваю. То есть они. Ну вот в этих вот дешманских тоже. Сколько копаю везде по природе. Они все одинаковые. Они все. Если у тебя настоящие Casio. Ну. Они все классные. Ну вот эта модель я помню 4000 стоила все это да. Вот это вот. Как бы такие. Батарейка на 10 лет. Ну тут обычная батарейка такая. Без всего. Я чисто думаю чисто время чтобы было видно. Взял. Ну да. Здесь аккумулятор получается. И солнечная батарея по кругу идет. Там еще это ProTrek какая-то линейка у них. Ну да. Спортивная там. Вроде как пульс там. Я смотрел да там. Высота не высота. Думаю. Что-то сильно навороченные какие-то. Не. Мне понравились они дизайном. То что. Они с защитой все идут. Такие. У меня до этого были по моему Frogman. Там тоже с кучей всяких наворотов. Я в них тоже очень долго ходил. Вообще классные часы. Я не люблю часы менять постоянно. То есть. Я купил их столько лет назад. Они мне нравятся до сих пор. Вообще. Работают. Подсветка работает. Как будто вчера их купили. То есть. Отлично. Все. Гоним дальше. Пошли. Поехали. Потому что воду не теряйся. Нет и нет таких подъемов. Николай. Поехали. Невероятно. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok 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 Ты вообще эпичный такой вид, особенно когда человек в кадре Основной источник горят породы, которые именно потушить не могут Вот это красное видишь Угу, горельник Да, это вот самое всё, что горит Этот видишь бот сам себя практически заживил Видишь всё в деревьях зелёное И вот эта сторона по сути тоже уже вся А я помню пацаном был там прямо возле трассы где-то горела она Две ступени спускаешь Да, буквально вот здесь и было Да, горела Прикольно пункты Поприцанты Именно вот видно, как всё горит и дороги слиться с других сторон так уже не будет видеть вот если со стороны шахты заезжать там довольно такие пологие склоны там придется далеко идти чтобы увидеть все это а сверху когда фотографируешь даже не видно вот этого все части а вон там тоже оползень такой, да? тоже из этой из белой вододы да, и вот здесь если смотреть с розой вот это в первую очередь оползает отходами гока те кто будет засыпать это нереально вот это все потушили птицы отвезли то ли ястреба то ли коршуна удалось мне заснять практически круглым планом я часто вижу прям сидел спокойненько на столбе о красавцы я думаю успевать только кадры за ними передвигать Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот это тропинки, я бы такие тропинки не нашел бы, никогда бы вообще Субтитры делал DimaTorzok Двадцать пять километров Двадцать пять километров, время в пути? Два часа Два часа Вот, ровно два часа, емая Нормально В прогулочном темпе, да? Ну, нормально Теперь такие дороги, знаешь, которые сразу так не найдешь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!